Дмитрий Рубцов участник бронепробегов со стажем. Увлекаться военной тематикой начал еще в юношеском возрасте. На сегодняшний день восстановил более 40 единиц техники. О своем железном коне ЗИС-150 68 года выпуска Дмитрий рассказывает с гордостью и любовью. Даже кабина у автомобиля оригинальная, что для данных машин большая редкость. Когда едешь на такой технике, действительно как-то являешься, чувствуешь себя патриотом и как-то берет за душу, за свою страну, за то, что в свое время выпускалась такая вот действительно надежная и простая техника. Чувствуешь себя настоящим водителем, нету никакого гидроусилителя, никаких усилителей и тормозов. То есть все без коробка передач, без синхронизаторов, то есть нужно переключаться с двойным выжимом сцепления. Ну, старые водители меня поймут. Вадим Попов едет сегодня на самой старой в колонне машине БТР-152. Этот бронетранспортер 1955 года выпуска преодолеет расстояние от Москвы до Бреста уже во второй раз. Отсутствие гидроусилителя руля, то есть его невозможно крутить просто. И расход бензина 50 литров на 100 километров. Самые интересные особенности. В Голицыно участники акции возложили венок и цветы к вечному огню у обелиска, павшим в боях за родину. И почтили память погибших минутой молчания. На протяжении всего пути бронеколону сопровождает автобус, на котором отмечен весь маршрут от Москвы до Бреста. После посещения каждого нового города на карте появляется звезда. А это значит, что еще одна веха дороги мужества преодолена. Я благодарю всех участников, организаторов этого бронепробега за то, что они проводят такую патриотическую акцию. Акция посвящена всем тем, кто воевал, сражался, кто подарил свободу нам, нашим детям, кто завоевал независимость нашей Родины. И пока такие акции проводим, я уверен, что вот этот подвиг мужества и героизма нашего народа будет вечно в нашей памяти. По словам организаторов, в этом году в бронепробеге приняло участие 17 единиц техники и около 50 энтузиастов. Все больший интерес к военной тематике проявляет молодежь, в том числе и волонтеры. В задачах нашей организации стоит сохранение исторической памяти, поэтому наши мероприятия направлены именно в первую очередь, конечно, на молодежь. Военно-техническое общество в своем совокупе, это в основном мы тяготеем, конечно же, техники. Но техника – это то средство, это то, собственно говоря, информационный фон, на котором молодежь, наиболее активно интересуясь техникой, продолжает интересоваться и историей своей страны. Для того, чтобы стать волонтером, нужно было в промежуток времени, который выдавался на сайте, подать заявку. Если мы рассматриваем и считаем, приглашаем человека на собеседование, считаем, что человек нам будет полезен, то есть мы, конечно же, в основном всегда берем людей, которые с техническими какими-то уклонами. Неподдельный интерес представленная техника вызвала у самых юных зрителей. Одни вдоволь посидели за рулем, другие изучали технические особенности бронированной разведывательно-дозорной машины. Это была машина в Великой Отечественной войне. Ну и мне очень хорошо, не уютно. В Голицыно участники пробыли около двух часов. Впереди у них километры дорог, следующая остановка – Бородино. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».